Добрый день, уважаемые друзья! Еще раз я приветствую вас под ваши же бурные аплодисменты в этом зале. Спасибо вам, что вы пятничное, почти весеннее утро, несмотря на то, что декабрь собрались сегодня здесь, для того, чтобы пообсуждать очень интересную и очень значимую проблему. Даже не проблему, а скорее жизненные истории. Каким образом, почему и как случилось так, что вы выбрали Россию, казанские вузы в качестве площадки для получения высшего образования, определения своего будущего. Это площадки, где вы можете и хотите найти свою реализацию и максимально увеличить свои компетенции по сравнению с теми, которые вы уже имели там, где жили, там, где тоже могли, а возможно даже и начинали получать образование. Вот эти детали, эти тонкости, которые знаете только вы, мы бы хотели сегодня услышать, поделиться этими впечатлениями, этими мыслями, для того, чтобы дальше лучше и более, скажем так, эффективно понимать и самим оценивать то, что имеем. Тот богатый, достаточно интересный потенциал республики и вузов Казани, который предоставляет вот те самые возможности, про которые сейчас говорил. Сказал я очень мудренно, но надеюсь, что наш с вами разговор получится достаточно откровенным, простым и очень конкретным. Помогут нам сегодня ответить на эти вопросы наши гости, это проректор Казанского федерального университета по внешним связям Ленар Нейльч-Латыпов. Ваш аплодисменты. Человек, которого я не просто представляю, но еще и поздравляю, потому что на моей памяти это точно первый, ну как мы говорим иностранный, хотя это такое вот условное деление для нас, но первый человек вот из-за пределов России, ставший студентом года Казанского федерального университета, буквально вчера получивший соответствующие регалии в императорском зале Казанского федерального университета, магистрант Казанского федерального университета Камол Бабахонов, бурное аплодисменты ему. И руководитель союза студентов и аспирантов Казанского федерального университета, тоже аспирант Института экономики, управления и финансов Юлия Серегина. И все-таки начнем Камол с вас, каковы ваши впечатления, что вы чувствуете, всегда же говорят, что ты чувствуешь, получив эту медаль, что вы чувствуете, став студентом года в Казанском федеральном университете, в год его 215-летия, еще юбилейный год. Спасибо, во-первых, за поздравления, за приглашение на это ток-шоу. Действительно очень приятно находиться в этом зале вместе с вами, видеть родные и знакомые лица. Ну, вчера это было для меня неожиданно, по крайней мере, и я не думал, что пять лет назад, поступая в Казанский федеральный университет, когда я был еще абитуриентом, я не думал, что я приеду в Россию, у меня начнется такая бурная общественная деятельность активистская, и это все дойдет до такой степени, что вот вчера с рук ректора, потом уже, да, когда он приехал, мне удалось получить эту награду. Это действительно для меня большая заслуга, точнее, большое признание и большая гордость. Я действительно, у меня нет слов, просто эмоции, одни эмоции до сих пор, даже после ночи, да, сна. Ну, во-первых, хочется сказать, что это упорный труд, то, что вот пять лет мы вместе с командой каждый день работаем со студентами, такими же, как мы, вроде бы мы тоже студенты. И это, в первую очередь, заслуга той системы работы со студентами, с иностранными студентами, которая есть сейчас в КФУ и в Республике Сатарстан, наверное. Очень много различных общественных организаций, общественных объединений, которые, в первую очередь, завлекают иностранных студентов. Эти общественные организации, объединения поддерживаются администрацией, руководством, и все это, конечно же, в этом симбиозе дает в итоге свой результат. Я, как и все, наверное, приехал сначала, не понимая туда, куда я приехал. И вот именно то, что у нас есть такая воспитательная система и, в принципе, система работы с иностранными студентами помогла мне влиться. И я сейчас, например, не чувствую себя иностранным студентом. Я, в принципе, не ощущаю себя как таковым иностранцем, именно потому что мы общаемся все на равных. И здесь нет такого деления, иностранный студент, либо студент из России, здесь есть студенты КФУ. И вот эта вот позиция, то, что не гражданин какой-то страны, а гражданин Казанского федерального университета мне близка. Поэтому, наверное, это в первую очередь, вот эта вот работа, проделанная в первую очередь и администрацией с нами, и нами со студентами. И кропотливый труд, конечно же, здесь надо только делать и делать, идти дальше, ставить задачи и выполнять эти задачи, и все. Вот это, наверное, самый главный залог успеха каждого человека. Спасибо. А сейчас начнем вот этот серьезный разговор. Ленар Нанилович, вы, я думаю, нам поможете, как человек абсолютно компетентный в этом. Я помню даже наши студенческие годы, такая была радость и счастье, что тебе там говорили, о, в вашей группе будет учиться. И там называли представителя какой-то страны, мы так радовались. Какая радость, хоть один, вот, кто-то, да, из-за рубежа вместе с нами. С тех пор на порядок, если не на порядке, да, выросло количество студентов из-за рубежа, обучающихся и в Казанском федеральном университете, и в вузах Казани. Что случилось с вашей точки зрения? Что произошло? Какой произошел такой положительный надлом, который сделал образование в России сегодня, в Казани в частности, привлекательным? Сделало образование привлекательным и востребованным? Спасибо за предоставленное слово и возможность участвовать в нашем мероприятии, да, очень важном, как я считаю. Я всю жизнь, вот, свою, на самом деле, занимался международными делами. Вот, ну, последним, откуда я, собственно, перешел сюда работать 9 лет назад, это я работал в Саудовской Аравии дипломатом. 12 лет почти я работал в Торпредстве в США, в Вашингтоне, до этого 2 года больше служил в вооруженных силах СССР в Конго, в Африке. То есть все время занимался такими дипломатическими делами. И здесь тоже был на постах государственных, первый заместитель министра торговли по внешним связям, вот я был. И только здесь, вот, только здесь в университете, вот 9 лет работаю, я понял, что на самом деле дипломатия, большая дипломатия международных, начинается вот с вас, ребята. Вот с этого уровня, с уровня так называемой народной дипломатии. Вот, когда я пришел, было 820 студентов, 820 иностранных студентов. Вот, Леонид Григорьевич говорит, тогда были ГДР, из ГДР студенты, помните, из Куба, да. Мы действительно очень радовались, я тогда работал в Казанском университете, вот, замечательные ребята, и, кстати, которые сейчас вот на Кубе, ребята вернулись, они на руководящих постах, там, 150 студентов Ассоциации кубинских, значит, выпускников Казанского университета, Казанского государственного университета, но я не о том. Я хотел сказать, что вот то, что мы делаем вместе с вами, это мы делаем огромное дело, это очень важное дело, это народная дипломатия. Вот капелька, каждая горячая капелька, вот, скажем, вы вот, маленькая капелька, которая растапливает, растапливает лед, который вот существует сейчас между, к сожалению, международных отношениями. Мы этому неимоверно рады. Как вы сюда приехали, это очень интересно для нас. Я всегда говорю иностранным студентам, ребята, вы дипломаты вашей страны, на вас смотрят, и вы представляете вашу страну, и нам очень интересно с вами взаимодействовать, взаимодействовать, привлекать вас в нашу студенческую жизнь. Ведь это вносит такое разнообразие, такую яркую палитру в студенческую жизнь. Вот убери у вас 9600, более 9600 иностранных студентов, и будет более мерклая у нас вот картина общая. Иностранные студенты, это же, вы же взаимодействуете в группах, вы действительно учитесь в тех же группах, где и учатся наши студенты. Потом, чем привлекательно? Мне кажется, вот мы в свое время правильно сделали такой выбор, мы начали показывать, что есть Казанский университет, Казанский федеральный университет. Не только 215 лет истории, но что и сейчас. Сейчас ведь у нас суперсовременные лаборатории, оснащенные. Это огромный, огромный центр, научный центр, 726 зданий. Это огромный научный центр, прежде всего. И мы сделали ставку на то, что мы здесь на основе науки, современной науки, готовим студентов. Это и гуманитарная область, и, значит, естественные науки. Потом мы же сделали очень доступную цену обучения. Очень доступную. Ведь разница-то покрывается университетом и другими средствами. На самом деле, то, что мы предлагаем сейчас, это нереальная цена обучения. Это очень доступная специальная цена, которую мы даем для народных дипломатов, понимая, что вы занимаетесь таким важным делом. И еще хотел сказать. Когда вы закончите, завершите свое обучение и станете выпускниками Казанского университета, ну я уверен, на 100% уверен, ни один из вас, приехав домой, дурного не скажет про Казань, про Татарстан, про Россию, про ваши студенческие годы в Казанском университете. Уверен в этом на 100%. Не будет такого человека. Нам это очень важно. Нам это очень важно, что каждый год мы выпускаем наших выпускников-иностранцев, и они потом приезжают и рассказывают о России. Понимаете, вот эта вот почва народной дипломатии, вот она на этом и строится. Если она не будет удобрена, если не будут там роски, то ничего в большой дипломатии не будет происходить. Вот это вот, Леонид Григорьевич, моя позиция и вот мой взгляд. Да, и что интересно, раньше мы привлекали рекрутинговые компании для набора студентов. Так мы прекратили эту практику практически. То есть студенты сами видят, видят, значит, у нас прекрасный сайт, кстати. Потом есть такое, значит, понятие сарафанное радио, это когда, ну это русское такое выражение, это значит, когда приезжают, значит, ребята назад и говорят, ой, там хорошо, там нормально, ребята, давайте поезжайте. Нам это тоже очень важно. Вот это вот и есть, как говорится, движение двухстороннее. Вот, собственно, вот это я хотел сказать. Спасибо вам большое, что вы выбрали Казанский федеральный университет и приехали к нам. Спасибо. Ну, и я вновь обращаюсь к залу, да, давайте-ка вспоминайте, готовьтесь. Сейчас я попрошу многих из вас, во всяком случае, да, рассказать о том, почему Казань. И очень хороший вопрос, Леонид Григорьевич мне сейчас подсказал прямо, да, что вы думаете сейчас уже, обучаясь здесь, об этом городе, о своем вузе, что вы пишете в письмах, теперь уже электронных, конечно, да, или при встречах с своими друзьями, о том, какие впечатления, какие мысли на вас наводят обучение в Казани, в казанских вузах. Но пока вы думаете над своими историями, вспоминаете их в деталях, я хочу обратиться к Юле, вот Камал очень интересную тоже мысль произнес, я не ощущаю себя, вот, вот этого водораздела, наши, не наши, вот это все ушло. Вы занимаетесь, собственно, общественной деятельностью, работая с общественными организациями, вовлеченностью занимаетесь студентов в общественную жизнь. Каким образом, с вашей точки зрения, удается вот этот водораздел снять? Всем добрый день. Да, я уловила эту мысль Камала и поддержу ее полностью, о том, что для нас, как для организаторов мероприятий, в частности, ну, последнее из мероприятий, которое, ну, которое я была вовлечена, которое я организовала, это интеллектуальные бои студентов первого курса, может быть, если у нас есть первокурсники, кто-то участвовал, и многие другие мероприятия, мы, как организаторы, зачастую просто не знаем студенты иностранные, или студенты российские, татарстанские, или из регионов нашей страны. Нам это, ну, не принципиально, то есть мы за то, чтобы все студенты участвовали в наших мероприятиях, студенты вовлекались в общественную жизнь, занимались тем, что им нравится, что вам нравится. Мы рады, что сегодня есть коллеги из других вузов Казани, поскольку, я думаю, что у вас это происходит точно так же, что когда вы на то или иное мероприятие там регистрируетесь или в какую-то организацию вступаете, сейчас уже мы настолько все объединились, и, ну, что мы не делим студентов ни по каким принципам, лишь бы это было во благо, лишь бы это вам нравилось, и зачастую инициатива действительно от ребят происходит, в частности, ну, в университете созданы коллективы творческие иностранных студентов, конечно, это, в этом плане это прекрасно, что есть именно коллективы, ну, танцевальные, вокальные коллективы, проходят конкурсы на песен и танцев народов мира, это прекрасно, что мы знакомимся с вашей культурой, не только вы видите, как живут в Татарстане, как живут в России, что тут вот есть там свои праздники, а что мы вас узнаем, мы таким способом путешествуем, что ли, не выходя просто за пределы университета, и что вы нас знакомите со своей культурой, и мы всегда, в общем, этому рады и благодарны вам очень, что вы нам такую возможность даете, и да, действительно, как это было еще в начале сказано, что новые краски появляются в нашей жизни, и, в общем, это классно и очень здорово, и тут КАМОЛ у нас, наверное, такой прям, в общем, доказательство всему вышесказанному, что действительно студент года, студенты иностранные, и мы все эти годы вместе работали, и, в общем, это действительно заслуженно, достойно, так что КАМОЛ тоже. Мои поздравления еще раз, и друзья, тут каждый находящийся в зале, думаю, у каждого есть шансы, теперь мотивация даже стала выше, участвовать в таких конкурсах, и через год, через два вы будете на этих позициях, и это классно. Спасибо большое. Спасибо. А я, кстати, КАМОЛ, я правильно понимаю, что победитель студент года федерального университета, он выходит дальше, да, и защищает честь университета на студент года республики, страны. Мы очень надеемся, что вы станете верим в это, студентам года России, представляете, студент года России, вы, кстати, герб Татарстана сегодня на футболке, что тоже, я думаю, заслуживает аплодисментов. Я как раз-таки в этом году съездил в качестве руководителя студенческого совета, принял участие и занял второе место в этой номинации, и, наверное, дай бог, если позволят положение конкурса, то поеду в качестве гран-при. Отлично. Спасибо. А теперь к залу. Вот так получилось, что мы Казанский университет в основном сейчас обсуждали, но в зале действительно есть и наши коллеги, наши друзья из других университетов Казани, не менее известных, и я хотел бы попросить передать микрофон представителям этих университетов. Это вот первые ряды, кстати, да, пожалуйста, представьтесь. И вот все тот же вопрос, как вы выбрали Россию, как вы попали в Казань, и что сейчас вы чувствуете в связи с этим? Я пока не про учебу даже, а вот общее впечатление ваше. Здравствуйте всем. Меня зовут Тендер Амбетт Марк. Я учусь на третьем курсе в Кениту Каи, вот по направлению авиастроения. Вот, но как я выбрал Россию, это... А из какой страны вы? А, Чадо, Республика Чадо. Чадо. Чадо находится в центре Африки. Да, там все время тепло. Вот, и, ну, Россия, это когда я был в школе, это давно, я это давно, я уже узнал историю, Россия, это было во время, когда СССР, я уже знаю, что есть Российский, ну, СССР Союзской Советской, который есть, там я уже знал историю, там, что это было и так далее. Потом уже СССР уже нет, уже Россия. Я всегда хотел приехать в Россию и дальше учиться в Россию. Почему я так это выбрал? Ну, во-первых, мне нравится Россию, и мне это интересно учить, где я могу вообще учить в другом языке, это мне это очень интересно. У меня родной язык это французский, вот еще африканский язык. И я хотел, хотя бы один день в жизни учить в другом языке, мне это было очень интересно. Поэтому, когда до этого у меня большая мечта, это я хочу стать авиастроителем. Это была большая мечта, о которой я всегда мечтаю. И во время, которое у меня после, я закончил школу, у меня уже есть возможность куда-то приехать, либо, ну, в Россию или... И сначала я стал лучше, но в школе у меня там, акцент, было отлично, поэтому уже есть возможность приехать уже в другую страну, где можно обучаться. И в то время уже я как раз авиастроение я хотел, и, возможно, есть Россия и еще другие страны. Я уже выбрал Россию. А чтобы учить по направлению авиастроения, только есть в России либо МАИ и КАИ. Вот МАИ и КАИ, я уже прочитал историю там МАИ, там что происходит и так далее. И уже КАИ тоже, Кенетук КАИ, тоже. И больше мне интересно КАИ, потому что тут, ну, как я сказал, КАИ это пуп земли. Ну, я, кроме этого, тоже я уже слышал такие истории, которые очень интересны. Нормально, с Афлэнгом у вас все в порядке. Вообще, хороший русский язык. Я думаю, тоже поаплодировать можно. Спасибо. Вот, и Казан тоже очень, ну, как очень активный город. Я до этого, я русский язык изучал в другом городе, я был тоже в Москве, но мне не так понравилось. А я уже видел, что Казан это такой активный город, и город, это, я могу сказать, это дружба народу, потому что в республике Татарстан, там есть разные люди, и мне это интересно. Поэтому я сказал, именно так лучше, мне как раз КАИ я выбрал. И вот я приехал в Кенетук КАИ, вот, и все уже интересно, как и сказать. Но точно говорю, я уже, ну, я тоже такой общительный человек, поэтому я уже, у меня там появились новые друзей, я был очень активный, я сам тоже. И занимаюсь музыкой тоже, поэтому больше я уже общался с разными людьми, и я уже знаю, там культура, там Татарстан, я был в разных городах, и даже деревнях в республике Татарстан, в которых я был, иногда я попробую, какие слова, простые слова на татарский язык, как Истин Месес, Архмед Бигзур, все такие слова. Еще один язык выучили. Да, я уже научил, и мне это было очень интересно. Вот, а Кенетук КАИ, серьезно, ну, мне нравится учиться, потому что там у нас есть возможность. Вот, возможно, даже я, как, я являюсь президентом иностранцев студентов Кенетук КАИ, и в этом году тоже я и стал студентом года. Это было очень интересно, потому что у нас там есть возможность. Это возможность для всех студентов, особенно. У нас разные мероприятия, которые я, сам как у нас АИС, тоже мы проводим разные мероприятия. И кроме этого тоже есть мероприятия, которые, вузские мероприятия, или еще там между вузами, все такие, тоже я был очень активный. Поэтому я могу сказать, что мне нравится, и особенно республика Татарстан, конечно, наша любимая Татарстан, но мне это нравится и Казан, точно это мой любимый город, мне нравится тут жить. И вообще все интересно, потому что не только между нами, Кенетук КАИ, но у нас возможно, потому что сегодня, если я тут приехал, у нас уже КФУ, там еще есть другие вузы, это очень интересно. Поэтому между нами друг друга у нас все культурные разные. Вот только что она сказала по поводу разных мероприятий, которые у нас. Есть уже городские мероприятия. И там все студенты, которые приехали из разных стран, они показывали их культуру. Это очень интересно. У меня другая культура. У меня есть возможность уже видеть, какие люди у них, какие культуры. Это очень интересно. Поэтому я очень рад, что учусь в Казани. И вот я надеюсь, что дальше все будет хорошо, как надо. Спасибо. Спасибо. А вот, кстати, короткий совершенно вопрос, совсем бытовой. Вот как строить самолеты, вы точно научились хорошо. А вот к вопросу о народной дипломатии, скажем, как перемяч, там, шпишмяк, печь, вы не научились пока еще? Вот вы же были в деревнях, национальной кухне не обучались. В основном, как потребитель, да, Елен? Ну, да, ну, конечно, как сказать, по поводу кухни, да, я попробовал разные. Мне нравятся там кухни, но татарстан есть такие. Ну, как сказать, но есть разные там еди, которые мне нравятся, конечно, это попробовали. Я уже только что-то сказал. Я был даже в деревне, где будет татарстан. Вот-вот, да. И там я видел, как они живут. Это мне было очень интересно. И, конечно, мне это тоже нравится. Но для начала это было необычное, потому что я уже, ну, у меня другие, вот это новый, а по чекунку все уже как надо. И мне это нравится, конечно. Спасибо. 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 Вот на понимание, просто вот я точно не знаю, я думаю, многие в зале не владеют такой информацией. Ленар Анатольевич, вот из вашего опыта работы за рубежом, я вот что-то никогда не слышал, может быть, просто я не слышал, чтобы проходили какие-то межкультурные такие фестивали, такое взаимодействие вне рамок собственного вуза, ну, где-нибудь там, скажем, что там, Стэнсфорд, Оксфорд, там, я не знаю, кто я так просто придумываю сейчас, всякие университеты известные, чтобы они там на одной площадке вместе танцевали, чего-то готовили, какие-то там конкурсы интеллектуальные проводили. Ну, футбол бьются там, какие-то спортивные, да, там, где можно подраться, там вроде как рядом всегда. Или проходит. Ну, вот хороший вопрос, кстати. Видите, Россия традиционно это многонациональная страна, тут много национальностей. То есть, вот сколько я себя помню, это со времен СССР, и в настоящее время, действительно, у нас постоянно в России проводятся мероприятия по сплачиванию, по, значит, созданию атмосферы единой семьи в России. Это и в СССР была у нас традиция, и сейчас она есть. А в Татарстане уж особенно, потому что Татарстан особый регион, где действительно две конфессии, да, это мусульманская, христианская и другие конфессии представлены здесь тоже. Мы особое внимание на это обращаем. Есть Дом дружбы народов, наверное, ребята знаете, да, вот, и все структуры, понимаете, над этим всё-таки вот, ну, это вот, вы всё равно дети. Мы как родители, мы организуем, мы организаторы, но вы составляете содержание этого. Вот, и вот содержание, чтобы вот оно состоялось, оно правильно, у нас есть опыт, у России есть большой опыт. Потом, в России ведь никогда, они вот этнические, вот, составляющие части, они никогда не трогали. Вот мы, татары, живём на своей территории тысячи лет, больше тысячи лет. И все, Мардва, Удмурты, Якуты, там, ну, кто угодно, да, там, Хакасы, они все живут на территории своей исторической родины. Но обязательно всё переплетено с точки зрения взаимодействия культур, потому что мы в России считаем, и в Татарстане тоже, что вот именно, вот, как вам сказать, особенность России – это многонациональность, никто никогда не говорит, что вот там давлеющая русская культура. Все культуры одинаково имеют права на, и вот, не то что на существование, на проявление себя. И вот, мне кажется, вот это и привлекает ещё иностранных студентов, потому что я встречался с иностранными студентами, и они говорили, очень интересная, очень, не то что толерантная, а вот какая-то среда благоприятная для взаимодействия культур. Вот то, что вы сказали, вот. Спасибо. 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 Вот давайте знать, коллеги, руку поднимайте, да, чтобы я видел, что вы хотите что-то сказать, произнести, что у вас есть мысли по поводу того, что мы сегодня обсуждаем. Нет пока рук, да? Думайте. Тогда, если позвольте, сам определю. У нас гости из Кореи, наши участники сегодняшнего ток-шоу, быстрее всех поняли, что главное на ток-шоу аплодировать. Вот я хотел вам сейчас попросить передать микрофон и по поводу учёбы. Не аплодисментов, но учёбы. Ведь есть всегда такая опасность, когда человек выезжает, не то что там учиться, но просто в турпоездку за рубеж, которая называется языковой барьер. А здесь знания надо получать, знания, которые будут востребованы в твоей стране, а может быть, еще и в третьих странах. Вот как вы с этим языковым ограничением боролись? Каким образом вы для себя вот этот барьер преодолевали? Насколько легко вам дается обучение? Что вы предпринимаете для того, чтобы качественно его впитать? Здравствуйте, меня зовут Ли Сеу. Я пришёл в Сеуле. Ну, я думаю, это для меня это русский язык очень трудно, потому что у нас в нашей стране самый близкий США, поэтому у нас в школе много учили английский язык. Но очень мало студентов просто только учили русский язык. Но я думаю, поэтому я не много связан с русским языком. Поэтому, ну, как объяснять, я не знаю, но сейчас в нашей стране очень много связан с Россией, потому что Россия очень большая территория и очень близко к нашей стране, ну, район. Поэтому я хочу много связан с культурой России, поэтому сейчас я учил русский язык. А вы учитесь где и на кого? Ну, я учил русский язык как иностранного и ФМК. А сейчас вы где учитесь? Так, КФУ и ФМК. И ФМК. Да. Это институт филологии, межкультурной коммуникации. На кого? Кого русского языка как иностранного? Русский как иностранный язык. То есть русский вы в своей профессии видите, да? А как вы думаете, вот то образование, которое вы сейчас здесь получаете, оно будет востребовано у вас на родине? Почему вы выбрали эту профессию? Ну, я понимаю, ну, потому что я думаю, это русский язык очень интересно. Потому что, например, грамматика, система, это совсем другой, значит, странный язык. Поэтому я учусь русский язык. Поэтому я выбор русский язык как иностранный. Спасибо. Да, конечно. А ведь, ребята, русский язык, это ведь международный язык. Да, конечно. Если ты знаешь русский язык, это Украина, Белоруссия, да? Казахстан, Кархастан, Узбекистан, Туркменистан. Это огромный ореол, да? И плюс, это которые говорят на русском языке, это язык межнационального общения в этом ореоле. И плюс, значит, это славянские языки, да? Польский, ну, вот я не буду все чешские, да? Вот все это перечислять. Если ты знаешь русский язык, ты можешь после этого легко перейти, то есть, во-первых, работать в этих регионах. Я согласен. Представляя какую-то компанию, да? Да, да, да. А более того, уже осваивать славянские языки, потому что это очень близкие языки. Извините за комментарий. Интересно. Очень. Я согласен, да. А у нас есть вот здесь еще один славный вуз Казани. Кто бы мог сказать, да, микрофон, если можно, сюда передайте в первый. А? Студенты задерживаются. Ну, вот студенты, они такие, они всегда задерживаются. Это тоже хорошо, да, что впитывается хорошая русская традиция задерживаться, да, несмотря на то, откуда ты приехал. Если можно, вот микрофон, пару слов о том, как ваши студенты себя чувствуют в стенах вашего университета. У нас традиционно в Книтокахте очень много иностранных студентов, сейчас где-то около двух с половиной тысяч обучается. Этому способствует еще, что у нас есть хорошая подготовка, у нас кафедра русский как иностранный, и год подготовительных курсов, где учатся студенты всех вузов, которые потом идут в разные вузы. Наверняка на нашем отделении учились многие, кто здесь присутствует. Я сама просто преподаю сейчас, меня попросили, и я вижу, как это интересно. И у нас группы такие смешанные из разных стран в группах, как они с удовольствием учат русский язык, и с большим интересом воспринимают информацию, вообще впитывают о городе Казань, о том, какие у нас интересные места. И, конечно, не могу не сказать, а недавно прошел, буквально неделю назад, Поволжский фестиваль дружбы народов, который организует наш вуз с Министерством культуры, с общественными организациями. Это очень большой красивый праздник, где просто фейерверк таких самых разных номеров из разных стран. У нас вот студент из африканской страны исполнял «Катюша». Просто полный был восторг. Студенты из Средней Азии стран вставали, танцевали. То есть это такой большой интересный праздник, у которого большие традиции. Он, по-моему, уже в 25-й раз проводится. И приезжают в том числе из Удмуртии, из Башкирии великолепные ансамбли, великолепные танцевальные в костюмах шикарных песни, танцы, аутентичные. В том числе вот такие танцы, очень песни народные, такие с глубины веков. И это настолько вызывает большой интерес студентов всех стран, которые присутствуют в зале, что просто красочно очень. Еще хочу сказать, что очень интересно проходят у нас праздники Навруз и Масленицы. У нас они как-то рядом традиционно, получается, в марте. И на этих праздниках, казалось бы, Навруз, праздник народов восточных, тюркоязычных, но в то же время опять-таки показывают свое искусство и культуру самые разные русские и татарские песни и танцы. И все это заканчивается поеданием плова, блинов. Это великолепные просто праздники. И в наших общежитиях студенты очень дружат, прекрасно устраивают тоже, вот вы говорили, у нас тоже интеллектуальные конкурсы. И очень много мероприятий, которые объединяют. И, конечно, в Доме дружбы народов они тоже участвуют во всех конкурсах. Вот «Жемчужины мира», например, прекрасный фестиваль, где девушки прекрасные из разных стран. В прошлом году, по-моему, наша студентка из Узбекистана стала «Жемчужиной», из Китая были студентки. То есть, ну, просто говорить, перечислять очень много можно всяких активностей. А самое главное, просто у студентов горят глаза. Я вот вижу на занятиях и на мероприятиях, они дружат, они встречают друг друга, обнимают студенты разных стран. И вот я думаю, у нас как-то это особенно, наверное, ну, в нашем УЗе вижу и вообще в Казани. Действительно, вот эта активность очень замечательная. Спасибо. Буквально, это наша коллега из ЧАДа, вот сказала, культура, да? Ведь, ребята, вы же интеллигенция. Будущая интеллигенция своей страны. Причем интеллигент – это понятие очень русское. Это очень русское понятие, его нет ни в Америке, ни в Европе. Оно не переводится, даже это слово не переводится. Интеллигент. Вы знаете, да, слово интеллигент? Вот. И русская культура, русская культура, это же уникальная культура, это такое сосредоточение литературы. Ну, Толстой, который у нас учился, Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Велимир Хлебников, кстати, у нас учился в Казанском университете. Музыка, Чайковский, Рахманинов, да я не буду все это называть, да? Щелкунчик вот будем слушать, значит, мы традиционно это Рождество и в Новый год. Вот это лепят вас, интеллигентов. То есть, вот познавайте русскую культуру, ходите на, у нас прекрасные есть концертные программы, у нас оперный театр, да, балеты. Вот, потому что, когда в будущем вы приедете, вы будете интеллигенцией вашей страны, и вы будете, вот, впитаете всю эту культуру, очень, такой страны нет, которая бы, вот, на основе которой создавалось вот это понятие интеллигент на основе культуры вот этой вот, богатейшей культуры. Вот я вот это вот хотел еще пожелать вам. Спасибо. Кстати, вот, действительно, особенно те, кто обучается русскому языку, русской филологии, русской культуре, вот Казань интересный город в этом смысле, куда ни шагни, попадешь в историю. Даже вот где мы сейчас с вами здесь сидим, вроде современный такой телевизионный павильон, но ведь именно здесь свой период жизни проживал Лев Толстой, когда начал вести дневники, вообще за перо взялся. До этого он не очень серьезно этим занимался, вообще не занимался этим, пока не пришел. Вот она, видите, дышите воздухом Толстого. Значит, если можно, давайте с вами вот что сделаем. Назовите, кто из какой страны вот здесь представлен. Вот уже прям так, чуть-чуть выкрикивая с мест, вот прям первые ряды. Вот вы откуда? Мы как-то с вами не познакомились же со всеми? Откуда вот вы? Мы из России. Вы из России? Хорошо. Кто еще откуда? Чат вот. Как? Индонезия. Замечательно. Так, Индонезия, аплодируем. Дальше кто? Туркменистан. Туркменистан, замечательная страна. Это откуда? Вы из Туркменистана? Вы из Туркменистана? Да. Из какого города? Ашхабад. Ашхабад. Сейчас расскажите, почему Казань. Готовьтесь. Еще какие есть города? Из России. Из России. Так, хорошо. Зарубежье. Дальше, ребята, волной, волной, волной. Так. Таджикистан. Только что были в Таджикистане. Красиво, тепло. Вот эта вот хурма везде. Ой, такая вкусная. Так, значит, Китай. Так, спасибо. Дальше пошла волна. Так, кто? Где? Я из Афганистана. Афганистан, здорово. Спасибо. Вот вспомнил, у нас были студенты из Афганистана в нашей группе. Абдул Ханан Чапав, как сейчас его помню. Такие замечательные ребята были. Вот. Я думаю, что вы где учитесь здесь? На каком микрофон? В факультете? Да. Сейчас мы прямо на вас чуть-чуть остановимся. Потом вернемся к Туркменистану. Сначала доброе утро всем. Я Иршад Ахмад из Афганистана. Я в университете КФУ, в институте международного отношения. Первый год асперант. Здесь только начинал моя асперантура. А почему вы приехали вот сюда, в асперантуру? Вы где-то и до этого учились, да? Конечно. Это продолжение учебы, которой я здесь занимаюсь. У меня очень... История, почему я приехал, для меня интересна. Из каждого студента, который я слышал, они разные мысли, они, например, наши коллеги из Кореи, он любит и русский язык, и мне нравится русский язык, поэтому он приехал сюда. А у меня это по-другому. У меня по-политическим мысли. Я работал в МИД Афганистана как контрактный сотрудник. И я встретил разных дипломатов, русских дипломатов, и они ко мне приехали, и потом мы стали друзья. И в это время они предлагали мне, можете, если хотите, можно в Россию продолжать учебу. В это время я только закончил бакалавариат. И они предлагали мне, можно помочь тебе продолжать магистратуру, если хотите. Они предлагали мне несколько городов. Один из них был Казан. Потом я посмотрел и читал про Казан. Самый интересный город здесь, и КФУ. Это самое отличное, потому что, когда я был в бакалавариат, я много читал Карл Маркс, и потом продолжение Владимира Лилина. Поэтому, когда я слышал, что он был на Казанском федеральном университете, мне очень-очень понравилось, что я уже узнал, как его мнение. Это очень важно, что я тоже буду в Казан, и по поводу политических, я потом помогаю своей стране. Потому что в моей стране происходит много проблем, политические проблемы. И надо сейчас молодые студенты, и потом работники, и они помогают странам, чтобы происходить из этого проблемы, который сейчас в Афганистане есть. Поэтому, и еще много причин, и самое важное это было, я приехал, и я очень рад. Я приехал здесь, в магистратуру. Потом, мне очень понравилось город, народ, учеба, преподаватели, администраторы, все отлично со мной. Я на красный диплом закончил мою магистратуру, и мой научный руководитель предлагал мне, ты можешь продолжать здесь аспирантуру тоже. И я посоветовал моей семье, и они сказали, это очень хорошая возможность, мы помогаем тебе продолжать аспирантуру на этот замечательный университет и сфере, которая отлично тебе помогает. И я сейчас здесь, начинал первый год аспирантуру, я очень рад, я не могу как по словам говорить, но как эмоциям и другим сказать, я очень рад, что я здесь и продолжать такую учебу. Спасибо. Тоже интересная история, мне кажется. Давайте по третьему ряду еще пройдем, кто из какой страны. Так, кто-то вот, я даже вижу руку, понимаю. Микрофон пока помогите передать, а мы пока узнаем, откуда вот вы. Да. Китай. Рядом. Китай. Как? Шри-Ланка. Шри-Ланка. Да, замечательно. Так, мы уже познакомились с Кореей, а вы тоже, вы не с Кореей, явно. Вот рядышком, да. Таджикистан. Замечательно, спасибо. Дальше. Корея. Безмолвствуйте, да? Не помните, откуда. Хорошо. Так, и вот уходим на четвертый ряд, как раз у вас микрофон. Пожалуйста. Представьтесь. Всем добрый день, меня зовут Али, я из Таджикистана, из города Пушамбе, являюсь студентом второго курса КФУ, Института вычисленной математики и информационных технологий. Пользуясь этой замечательной возможностью быть услышанным, во-первых, хочу поблагодарить организацию Росоотрудничества, которая ежегодно устраивает отборы в странах СНГ и принимает студентов на учебу на квотной основе. Для меня это, ну я осознаю, что это для меня одновременно и большая возможность, и большая ответственность. Почему я выбрал именно Россию и именно Казань? В выборе страны ключевым фактором для меня был язык. Помимо того, что, как здесь отмечали уже, владение русским языком открывает для тебя русскую культуру, на самом деле, также владение русским языком открывает для тебя доступ в мир знаний, потому что образовательных ресурсов и научных трудов, написанных на русском языке и в интернете, на самом деле, гораздо больше, чем на моем родном языке, если смотреть правде в глаза. Когда я прошел все вступительные отборы, они были очень суровыми, у меня появились некоторые страхи перед тем, как сюда приехать. Но я боялся, что здесь будет предвзятое отношение, стереотипное мышление. На самом деле, за два года Казань стал для меня почти родным городом. Все свое будущее я связываю с Казани, и, как уже было отмечено, именно в КФУ и вообще в Татарстане, я не чувствую никакого предвзятого отношения. На самом деле, здесь ко всем студентам относятся как к равным. И это, по большому счету, замечательно. Спасибо большое. Спасибо. А вот, кстати, буквально я уже упоминал, недавно мы были в Таджикистане, вот Россотрудничество, Русский Дом, там ведь вообще большой очень выбор вузов, да, там лежат брошюрки, раздаточный материал, значки, что только там не лежит, да, из разных вузов России. Вот это акцент на Казань, вот в какой момент у вас произошел, если с чем? На самом деле, я долго выбирал вузы, но когда я прочитал историю КФУ, достаточно было просто увидеть список выпускников КФУ, просто там такие фамилии, как Владимир Ульянов, Лев Николаевич Толстой. Этого было уже, этого было достаточно, тем более КФУ является одним из старейших вузов России, крупнейшим, одним из крупнейших. К тому же, Казань и Татарстан, мне показалось, что культура ближе все-таки будет к моей. На самом деле, это не так, но это даже лучше, потому что это новый вызов, новые впечатления. Все. Спасибо. Спасибо. Прозвучала Шри-Ланка или Шри-Ланка, вот боюсь ошибиться в ударении. А вот у вас-то как случился роман с Казани, с Казанским университетом? Здравствуйте. Здравствуйте. Как раньше все сказали, как межкультурный, там здесь живут разные студенты из разных стран. А вот смотрите, прозвучала очень интересная мысль у вашего коллеги из Афганистана. Семья одобрила, семья поддержала. Это вот очень важный момент, что думают в семьях. Ведь человек покидает свою родину, едет за образованием совсем в другую страну, совсем в другую языковую среду, в другую погоду. Вообще это страх, да? После того, что там все время цветет и пахнет, да, здесь все время сыпет откуда-то, да, с неба. Вот. Что вот в семье у вас сказали, думают, сейчас говорят по поводу вашего выбора? Такой холодный вроде Казани. Ну, всегда спрашивают сейчас, холодно или нет, как живет, потому что в Шри-Ланке всегда жарко, как 30+, поэтому всегда спрашивают, как погода, сейчас холодно или нет. И, ну, мне это нормально, мне не так холодно здесь. Можно вопрос я задать? Да, конечно. Но в Шри-Ланке это буддизм. Да. Это один из центров, крупных центров буддизма, там все проникнуто, собственно, вот идеями Будды. Как вы себя чувствуете здесь, в Казани? Вот не чувствуете ли вы какой-то вот дискомфорт в этом отношении? Нет, вообще нет, потому что мои друзья все, ну, некоторые друзья, они мусульмане, некоторые, ну, я уважаю все религии, поэтому мне это не дискомфортно, мне все нормально. Спасибо. А вообще, Леонид Иванович, у нас сколько стран, представители скольки стран обучаются в Казани, в Казанском университете в частности? Ну, да, вот на данный момент, это представители из 106 стран. 106 стран? 106 стран, да, это очень большая такая география. Вот, это, ну, конечно, они неравнозначно представлены, некоторые страны, там по три человека, по четыре человека, но нас это радует, вот, как я уже вот еще раз повторяю, это добавляет, вот, я сам люблю абстрактное искусство, такое, знаете, вот, вот, когда краски, 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 мне это очень радует, вот, особенно вот такие страны, раньше к нам из Шри-Ланки вообще не приезжали, вот сейчас начали ребята приезжать, я думаю, вы потом приедете, скажете, что, ребята, поезжайте в Казань, в Казанский университет, вот это, это, это очень радует, и потом, вы знаете, вот, а сама атмосфера университета, она вот, Леонид Григорьевич, вы уж тоже, как человек поколения примерно моего, хотя он намного моложе, но вы подтвердите, что вот, это вот какую-то такую атмосферу создает, именно такую, какую-то, значит, интернациональную, именно какую-то современную такую атмосферу, вот, в Казанском университете. Вообще, Казань ведь город очень молодежный такой, если вы вот пойдете поцентральному, у тебя одна молодежь, да? Но среди них ведь, вот, очень большая масса именно вот молодежи, студенческой и иностранной молодежи, это очень радует, спасибо. Спасибо. Если у кого-то назрело и хочется высказаться, то пожалуйста, а сейчас давайте все-таки Туркменистан. Да, это первый ряд, очень красивый, нарядный, из Ашхабада, очень красивый, тоже солнечного и теплого города, понимаете? Все из тепла и здесь. Рассказывайте вашу историю. Здравствуйте, меня зовут Аттай Фяков, я из Туркменистана, Ашхабад, это столица Туркменистана. Я второй курс учусь в Казанском федеральном университете и юридического факультета. Я выбрал Казань, как здесь находится один из лучших институтов в мире, университет в мире. Мне посоветовали, так как вообще ожидание было, что Казань это в основном небоскропе будет здесь зданием. А оказалось, здесь исторических зданий много, архитектура как историческое изю. С поступлением помог мой брат, он учится в Казани на другом университете. В каком он учится? К КГСУ. То есть у вас уже такая семейная традиция учиться в Казани? Получается, да. Так, а он, кстати, что вам когда советовал, что говорил? Почему он говорил, выбирай Казань? Юридический факультет, юридическое образование, это, в общем, широко представленное в России образование. Можно в самых разных городах, в самых разных университетах, именитых в том числе, получить. Почему он вам рекомендовал именно Казань? Просто рядом будете? В основном, да, чтобы рядом быть. Семейный выбор. Да, да. Но вы сейчас как себя чувствуете? Не разочарованы? Нет, я рад, что поступил в Казань. В КФУ это активная университет. Я в этом году уже начал активную жизнь. Я был волонтером приемной комиссии. Работали с иностранными студентами. Но с некоторыми получалось трудно, с некоторыми легко. Спасибо. Спасибо. Еще у нас вот мы начали в Таджикистан четвертый ряд проходить, а дальше как-то все стихли. Вы откуда, если не секрет? Тоже Туркменистан. Город? Тоже Ашхабад. А вот интересно, а вы почему выбрали Казань? У вас брат тоже здесь учится или родители? Или какой-то другой был критерий? Здравствуйте. Меня зовут Капарова Мингли. Я студентка третьего курса, института физики. Обучаюсь на инноватика. Казань вообще для меня вот как-то родной уже стал. Вообще не пожалела ни на одну секунду то, что поступила именно в этот город, именно в этот институт. Я выбрала его, потому что, ну, Татарстан как-то мусульманская страна и похожий менталитет, и мои родители уже не боятся отправлять свою доченьку, получается, в другую страну. А Россия вообще, в принципе, всегда была как-то рядом, потому что мои родители на русском разговаривают после СССР, и постоянно телевидение это русское. Это всегда вот, знаете, когда ты куда-то стремишься выше, это всегда Россия у нас. Вот. Университет имеет просто огромную историю. Я как начала читать, смотреть, какие открытия происходят, что, в принципе, происходит в институте, я сразу влюбилась, и никакой другой университет не рассматривала. Вот как решила, куда буду поступать и на кого, это было целенаправленно. И не жалею ни на секунду. Я нашла тут очень много друзей, я получаю каждый день какие-то новые знания профессиональные и просто какие-то способности. Я очень рада, действительно. Спасибо. Учитывая, что у вас такое очень специфическое, да, образование будет очень такое фундаментальное, А вы как дальше планируете свою жизнь на ближайшее время? Продолжать здесь образование, вернуться на родину и быть там востребованной? Или куда-то дальше даже пойти с дипломом Казанского университета? Ну, я считаю, что магистратуру обязательно надо будет получать, потому что это действительно высший уровень образования. Если получат, может, даже на эсперантуру останусь. Для меня изучение науки является очень интересной деятельностью, поэтому, думаю, если будет возможность, то я, наверное, скорее всего здесь останусь и дальше продолжу работать в общественной деятельности, участвовать и учиться очень много и стараться. Спасибо. Но есть всегда один такой деликатный момент. Мы его стараемся как бы не обнажать, что называется. Но все-таки мы все понимаем, что в разных странах разная первичная, что называется, подготовка в школе. Люди приезжают с разным уровнем подготовки. Если среднего статистического, да, российского школьника, мы как-то понимаем, чувствуем, откуда у него успехи или неуспехи в знаниях, то приезжающие из 106 стран мира тут попробуй почувствовать. Вот как вы с этим справляетесь? Вот как отношения преподавателей с вашей точки зрения выстраиваются к вам, к вашим друзьям из других государств, тоже приехавших, когда возникает вопрос недостаточности, скажем, ваших знаний по сравнению с тем, что есть у других ребят? Ну, хорошо, что очень приятно, что все преподаватели в моем конкретном институте очень лояльно относятся к этому, потому что все российские студенты, когда поступают в институт физики, они готовятся к ЕГЭ по физике. И действительно у них очень, скажем так, богатые знания в этой области. Я же была немножко слаба в этом. И, честно говоря, мне было очень сложно, но каждый раз, когда ты подходишь с вопросом к своему одногруппнику, они тебе помогают, они тебе все разъясняют. Подходишь к преподавателю, они понимают, что у тебя нет такого же багажа, и они тоже тебе могут дополнительно рассказать, как-то встретиться в учебной деятельности или вне. И это очень прям помогло мне в свое время. И я сейчас закрываюсь на дни пятерки, и только благодаря им. И им большое спасибо тоже. КФУ помогает всем и всегда. Спасибо. Ну и давайте чуть-чуть завершать, потому что еще не завершаем. Я, если можно, попрошу микрофон в первый ряд передать. Индонезия, да, я правильно услышал, прозвучала, тоже такая неожиданная совершенно, еще несколько лет назад страна, которая направляет своих ребят учиться в России, в Казань в частности. Я, правда, знаю, у нас сегодня даже на журфаке тоже учится, да, лучше Шумахер. Ну, у нас... Фамилия Шумахер. 51 студент из Индонезии сейчас. Да, 51 студент. 80. Растут как в Индонезии, с огромной скоростью. Так, расскажите вот вашу историю. Казань целый, да. Меня зовут Баудин, я сейчас студент 3-го курса в КАИ, учусь на авиастроении, как Марк, у меня одногруппник. И раньше поступил в Казаньский вуз, в Российский вуз через Центр науки и образования в Индонезии, в Джакарте. И мне посоветовали это 6 вузов в России. И я это один из них, и Казанский авиационный институт, вот. И я не знаю, почему я это выбрал. Я просто от сердца, вот. Я знаю, что это будет мое будущее. Так, что я поступил в КАИ. Вот так. Ну, вот это еще интереснее. То есть вы, почти не зная, ну, гад, есть такое русское слово, случайно, да, выбрали. Вот теперь еще интереснее. И какие ваши сейчас впечатления? Не жалеете ли вы об этом? У вас же было еще 5? Вы сказали, из 6 вам предложили выбрать, да? Да. Был выбор. И вот вы выбрали. И как сейчас вы? Жалеете, не жалеете ли? Нет, вот это сначала. Ну, они сказали, если учиться на авиастроении, либо в МАИ, либо в КАИ. Вот это, как сказать, топ вузы по авиастроению. И я раньше не ходил в Москву, потому что вот такой большой город. И, ну, я чувствую, Казань более спокойный, и жизнь тоже хорошая, потому что в Индонезии тоже много выпускников уже из, ну, в Казани раньше учились. И они стали, ну, они сейчас работают в хорошем, как компании в Индонезии и в Азии, в другие страны. И так я это... То есть у вас был пример истории успеха тех, кто завершил образование в Казани? Да, они тоже дипломы из российских вузов, тоже они принимают в Индонезии и в других странах, так что нормально. Спасибо. Спасибо. Ну и... Да, конечно. Вот еще... Я с точки зрения преподавателя администрации вуза, вот был разговор о том, как трудно, например, физике учиться, авиационному делу. Вот у нас очень много нефтяников из Туркмении учиться, из Узбекистана. И им, конечно, трудно. И вот сами студенты тоже проявляют активность. К нам, например, в сентябре подошли представители землячества Туркмении и сказали, вы знаете, нам очень многое непонятно, нельзя ли нам помочь. Обратились в деканат иностранных студентов. И вот такое обратное движение было от преподавателей, когда у нас преподаватели разных кафедр собрались, подумали и сделали такую декаду русского языка. То есть они выступали перед студентами, отвечали на их вопросы, и проблемы и бытовые, и культурные, и как в Казани. Им всем было интересно, вот даже бытовые какие-то, первокурсникам кто приехал, как себя вести где-то, как что-то. Ну и, конечно, профессиональные вопросы, тоже было какое-то кураторство от разных кафедр технических, которые помогают, вот сейчас ведут конкретных студентов, которым трудно. Это вот такое взаимное движение, я думаю, это в любом ВУЗе есть, когда преподаватели готовы помочь. Не только, не просто читая лекции, а потом они встречаются, какие-то вопросы снимают, отвечают на вопросы студентов, именно вот по своему профессиональному какому-то предмету. Спасибо. Ну и, вот продолжая тему, которая сейчас возникла, я хотел бы узнать, как вот вы смотрели, вот они включаются, ребята, в общественную жизнь, они включаются в какие-то движения, в какие-то интересные мероприятия, которые во времени растянуты, это процесс, это не один день, не разово. Вот, кстати, это способствует то, что называется социализации в российскую действительность этих людей, этих ребят, и в том числе влияет ли это на качество их знания языка. Это ведь очень существенный вопрос. Образование все-таки получается на языке каком-то, передается через язык. Была бы это формула математическая, была бы это чистая филология, все равно это язык. И не отвлекает ли это, наоборот, их, может быть, от более серьезного изучения языка, например. Я хотела вообще сказать еще о том, что вы говорили о многих сторонах жизни, о культурной стороне, а я хотела больше сказать еще о социальной стороне, о социальной такой бытовой, что, во-первых, ребята все вместе еще и живут. То есть, ну, наверное, подавляющее большинство студентов проживает в общежитиях у нас, да, студентов, которые приехали из других городов, из других стран. И если пройтись по домам деревни-универсиады, поскольку тут больше студентов Казанского федерального университета, то слышна речь на всех, наверное, языках, да, и на всех языках мира, на там, из самых разных стран, ребята, и все живут вместе. И все же языком, на котором мы сталкиваемся на кухне деревни-универсиады, все равно это русский язык, как правило, ну, может быть, где-то английский применяется, да. То есть, это все равно язык русский, который всех объединяет, потому что, ну, много ребят готовились еще в своих странах к поступлению в российский именно вуз. Вот. И с этого, наверное, все начинается, и уже здесь, на этапе такой социализации в бытовом плане, уже начинается, ну, можно сказать, процесс образования, в частности, потому что понимать, понимать это, понимать то, что ты потом будешь, как сказать, выучить язык на таком уровне, чтобы разговаривать, конечно, это все равно помогает понимать потом язык профессиональный. И, конечно, как уже Мингли сказала, о том, что преподаватели относятся более снисходительно, о том, что профессиональный язык, особенно на технических специальностях, конечно, очень сложен. Но это все приходит, приходит, наверное, там, к концу первого курса уже все становятся, ну, как сказать, абсолютно на равных, и у всех терминология примерно подбивается к общему такому знаменателю. А еще я хотела сказать о том, что все студенты, которые здесь высказались, прекрасно знают историю Казани, историю Татарстана, историю своих вузов, хотя кто-то поступил, потому что там где-то семья советовала, кто-то наугад, но попал, вытянул такой счастливый билет. Но вы просто, ребята, это очень здорово, что вы знаете то место, где вы находитесь, что вы гордитесь тем, что вы здесь находитесь. Вот это просто замечательно. Я прям получила такое удовольствие от того, что там ребята называют фамилии известных выпускников, достижения, стремятся к тому, чтобы быть такими же, как эти примеры исторические. Спасибо. Кстати, прям, о, пожалуйста, конечно. Здравствуйте, меня зовут Ксения, я студентка третьего курса из ФНИМК, но также я руководитель международного клуба деревни Универсиады. И да, я хотела бы сказать о том, как все это здорово, о том, что у нас есть платформа, где мы можем организовывать мероприятия совместно с иностранными студентами, то есть студенты не только участвуют в наших мероприятиях иностранцы, но и являются участниками клуба. А еще мы организовываем уроки русского языка для иностранцев. Я лично веду для студентов и просто по капельке со всего мира собираются и спрашивают, что такое валенки, что такое бабье лето. И мне просто нравится этим заниматься. И у нас в деревне очень много людей, которые также заинтересованы в общении с иностранными студентами и в изучении языков. То есть у нас многие буквально один на один собираются, и один учит корейский, а второй учит русский. Вот они вместе садятся и говорят, это кошка, а это вилка. Давайте будем повторять, учить. В общем, я хотела бы выразить благодарность тому, что КФУ и деревня Универсиады предоставляют нам такую возможность для взаимодействий. Спасибо. Четыре года назад мы возродили Клуб Интернациональной Дружбы. Было и времена в СССР, вот как раз мы говорим о студентах из Германии, германско-демократической, о кубинских студентах. У нас был очень мощный такой Клуб Интернациональной Дружбы. Он и сейчас у нас был возрожден, поэтому, знаете, там очень интересные тоже мероприятия они проводят, специальный Клуб Интернациональной Дружбы. Вот продолжение коллег. Это вот мы хотим как раз-таки, чтобы вы вот почувствовали вот эту вот интернациональную среду, причем в этом Клуб Интернациональной Дружбы не только иностранных студентов, там и наших студентов очень много. Вот призываю вас обратить на это внимание. А у нас как-то его не качался. Ну, хорошо. Ну, у вас формы работы те же, да, вот сохраняются, вот традиции из года в год, из поколения в поколение переходят. Еще, пожалуйста, вот микрофон сюда передайте. Спасибо. Добрый день, Вершинина Ольга, директор департамента внешних связей. Я бы хотела отметить, что вот навеяло мысли последнее выступление и выступление Юлия, что общественные организации действительно делают много для того, чтобы жизнь студентов здесь в университете была активной, интересной, комфортной и так далее. Мне хотелось бы отметить, что администрация университета тоже прилагает огромные силы, на самом деле, для того, чтобы студентам здесь было хорошо. Мы планируем в ближайшие годы увеличивать контингент иностранных студентов в Казанском федеральном университете. Университет для университета это очень важная, стратегически важная вещь. Поэтому мы, на самом деле, делаем много не только в инфраструктурном плане, Леонид Ильича это подтвердит, улучшаем свой процесс, и мы, на самом деле, сами учимся, сами совершенствуемся. Вот мы, например, в данный момент активно участвуем в федеральном проекте экспорт образования, получили грант в данном, в этом году, который называется «Проведение информационной кампании по привлечению иностранных студентов». И, на самом деле, все три вуза, которые здесь присутствуют, и Казанский, и КАИ, и КАХТИ, также участвуют в этом проекте. И мы, на самом деле, в рамках проекта сделали много для того, чтобы проанализировать то, как мы работаем с иностранными студентами, каким образом мы привлекаем иностранных студентов. Вот, поэтому активные студенты, если есть желание еще более быть активными, приглашаем в Департамент внешних связей, я думаю, коллеги из других международных служб тоже подпишутся под этим моими словами. Будем рады кооперации с вами по различным, различным, различным направлениям. То есть, спасибо. Спасибо. Вот спросили тут про бабе лето, вот спрашивают, все-таки про лето спрашивают, да? Вот, грустно без него. А сейчас же Новый год. Кстати, есть кто первый раз Новый год встретил зимой? Вот здесь приехал в Казань с елкой. Или все-таки как-то видели у себя? Видели, похоже. Все видели. Хорошо. Сейчас мы к вам вернемся обязательно. И еще один такой лично бытовой вопрос. Все-таки все люди молодые. Есть в этом зале или знакомые у кого-то, кто в Казани нашел себе вторую половину? Так. Инноватика, да, у вас называется? Хорошо, у вас инноватика. Так, если можно, короткая личная история. А кто-то еще есть? Кто, ну это, кто женился или вышел замуж? Говорю вот так вот, да? Проще. Вот уже руки стали больше. Тоже тогда, если можно. А планируют? Еще раз. Представлюсь в Англии, если кто. Вот. Я, получается, в институте познакомилась с молодым человеком, с Испанией. С Испанией? Да. Он тоже иностранный студент. У него вообще какая-то такая особенная история, потому что он воспитывался своим дедушкой. А в Испании в старые времена все гордились СССР. Этим, как это сказать, равноправием. Все так любили. И он до сих пор обожает Россию. Он знает наизусть гимн СССР. Там «Доброе утро, товарищи!» постоянно включает песню. Обожает историю. И восхищается этой страной. И очень любит. Поэтому целенаправленно приехал в Россию. Когда его родители узнали о том, что он сюда приезжает, были просто в шоке. Думали, зачем? Когда можно посыпить в Испании, ехать в Россию. Но он поставил себе цель. Он сюда приехал. И на тот момент он не знал ни одного русского слова. но выучил очень быстро. И учится на физика. Для него это очень сложно. Но он все равно пытается. И у него очень хорошо получается. И чем гордость во мне вызывает. Так получилось, что здесь познакомились, пообщались. И это его такое необычное, получается, стремление и целеустремленность завоевало, так сказать, можно. Было очень приятно с ним познакомиться. И спасибо большое Казанскому федеральному университету за предоставление таких возможностей и знакомиться с такими прекрасными людьми. Спасибо. Ну, правильно, когда тебе каждое утро доброе утро, товарищи, как сердце не растопить. А вот еще рядом, да, ваш коллега. Всем добрый день. Меня зовут Тимур. Я студент Института управления экономикой и финансами. Это история не моя, это история моей сестры. Она четыре года назад поступила в Институт международных отношений, в этом году закончила. И в этом году, ну, на протяжении учебы она нашла свою вторую половинку. И в этом году также они помолвились, поженились. Все прошло успешно. И из-за нее, можно сказать, я тоже нахожусь здесь. По ее хорошим отзывам, и не только ее огромное количество. Я из Узбекистана, и, как вы все знаете, нас очень много в КФУ, и было огромное количество хороших отзывов. А вторая половина тоже из Узбекистана? Нет. Откуда? Из России. Из России. То есть такой межгосударственный союз. Да. Интересно. Спасибо. Спасибо. Вот мы снова вернулись к Узбекистану. И снова вернулись к вам. Во-первых, конечно, не безинтересно, как бы вы оценили вот сегодняшний наш разговор, что вам вот лично показалось интересным, значимым, на чем бы вы еще хотели акцентировать внимание, наше в том числе. И мы же самое главное вас не спросили. У вас прозвучало, пять лет назад я даже не представлял. А вот чего вы представляли? И как случилось так, что вот то, что вы не представляли, вдруг стало вашей такой красивой, интересной судьбой. Спасибо большое. Сегодня действительно интересно было бы для меня узнать, как ребята другие оказались здесь, в Казани. А сам я тоже оказался, наверное, как и другие. Мне очень понравился город, в принципе, история Казанского университета, история города Казани, история республики Татарстан. И я бы хотел отметить некоторые моменты, как вы уже сказали. первое, это то, что здесь похожая культура с нашими странами, в Татарстане в частности. Кто-то сказал, что это не так, но, наверное, я скажу, что это действительно так, потому что, приезжая в других регионах России, находясь там, я понимаю, что здесь люди гораздо добрее, здесь культура у нас ближе, схожа, и мы действительно мыслим в одном направлении. Второе, уже здесь, опять-таки, было сказано, что Россия это многонациональная страна, многокультурная, да, и, наверное, особенность России в том, что здесь мы все такие разные, причем у всех там свои традиции, у всех свои праздники, но, тем не менее, это все сочетание остается единым, в таком единым целом и находится в таком, в такой необъятной стране, как Россия, в республике Татарстан. Наверное, это самое главное, что мы, несмотря на свою разность, можем это сохранить и приумножить еще, и есть очень много возможностей. И третье, я бы хотел отметить, наверное, здесь очень много было сказано хороших слов, и действительно, в Казани, в Татарстане, в КФУ, в частности, так как я являюсь студентом КФУ, преобладающего количества тоже, очень удобно, очень комфортно находиться, учиться, проживать, и во многом это заслуга, наверное, администрации, кому надо сказать спасибо, во многом это администрация, это заслуга руководства, и спасибо большое вам, да, как уже было сказано, немало усилий прилагается к этому, спасибо, что создаете такие возможности для нас, спасибо, что делаете постоянно с нами на связи, департамент внешних связей, в том числе, вот Сергея Анатольевича, со всеми студентами, я вижу Сергея Анатольевича даже в 9-10 часов ночи в деревне универсиады, там, где живут иностранные студенты, и не это ли, наверное, самое лучшее, когда... Иногда они, наверное, во сне уже к вам приходят, да? Вот, то есть, иногда я могу с утра увидеть, то есть, это постоянно, постоянная связь с иностранными студентами, постоянная работа, и не только Сергея Анатольевича, а многих представителей администрации, наверное, самое лучшее. Ну, и как я попал, собственно, тоже я обучался год в Россотрудничестве, РЦНК, Российский Центр на национальные культуры, и здесь надо отметить то, что вот мягкая, как говорится, мягкая политика, если не ошибаюсь, точнее, мягкая сила. Вот эта мягкая сила, русская мягкая сила за рубежом, мне кажется, очень хорошо выстроена и действительно работает на благо России. Я для себя понял, что Россия создает свой имидж, и в рамках него еще и Казань и КФУ, которые создают свой особенный имидж. Наверное, имидж – это одно из самых главных продуктов, которое можно представить в итоге как привлекающим, потому что вот многие сказали, что Казань – Казань, уже везде говорят, все о нем слышат, потому что Казань и КФУ в целом, они стали брендовым городом и брендовым университетом, и это доказывается не только этим брендом, а делом уже непосредственно после приезда, здесь все понимают, что действительно комфортно, здесь тебя научат, здесь тебя покажут, и не только в рамках профессии, дадут еще другие навыки и компетенции, и поэтому я бы хотел сказать то, что неважно мы откуда все приехали, но мы счастливые люди, то, что мы учимся здесь, именно в этом городе, и имеем возможность общаться с друг другом и развиваться, учиться, и все в наших руках, друзья. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну и в завершении, если позвольте, Леонард Ильич, к вам все-таки вопрос. Давайте признаемся, при всей глобализации, которая сегодня происходит, те процессы, о которых много говорят, пишут, и реально они происходят, мы видим их результаты, все-таки отношения межгосударственные претерпевают не лучшие изменения. Что с вашей точки зрения является залогом того, что все-таки поток желающих получить знания, образование, какой-то первичный, что называется, профессиональный капитал в Россию, поток таких ребят в Россию, в частности, в Казань, не сократится. Отвечаю. Значит, в международных отношениях сейчас такой термин есть total mistrust. Total mistrust. То есть, тотальное недоверие к друг другу. Страны не доверяют друг другу, внутри стран не доверяют друг другу, недоверие. Вы поверили, доверили, поверили в нас, приехали. Вот я считаю, что вот доверие, вот мы не специально уже, вот понимаете, мы запустили процесс в свое время набора студентов, он сейчас идет, люди поверили, вы поймите, мы отбираем студентов уже, иностранных сейчас. То есть, когда мы говорим, увеличивается количество, да, мы показываем, значит, рассказываем про себя, но очень большая степень доверия. Поэтому, ребята, вот если это степень доверия, trust, если он будет существовать, а мы свой вклад делаем, понимаете, вот по капельке, по капельке, вот я же говорил вам, да, вы же доверяете нам, мы вам доверяем. Вот я считаю, что, Леонид Григорьевич, вот это вот очень важно, очень важно вообще, вообще в дипломатии очень важно. Вот это высший уровень дипломатии, когда начинают люди настолько уже доверять друг другу, что семьи создают, а мы же одна большая семья студентов Казанского университета. Вот все, кто присутствует, мы все говорили, мы не разделяем иностранные студенты и наши студенты, мы одна большая семья, Казанский федеральный университет. И одна пятая часть его, это вот студенты из других стран, назовем вот так вот. Поэтому вот давайте будем дальше работать, чтобы степень доверия уже распространялась от вас и дальше, в ваших странах и между странами. Спасибо. Спасибо вам. Я надеюсь, что мы сегодня в этот траст тоже маленькое вложение сделали. Благодарю всех, кто сегодня был с нами и желаю вам, пользуясь случаем замечательного 2020 года. Надеюсь, что мы еще не раз сможем встречаться по самым хорошим, самым приятным поводам. Вот сегодня в том числе у нас такое есть, мы с этого начали. И желаю каждому из вас стать, хотя бы вот личностно ощутить себя студентом, самым крутым студентом года наступающего 2020-го, не только в рамках своего вуза, а вообще в рамках планеты. То есть, удачи вам и самосовершенствованию. Спасибо. Спасибо.